День за днём Именно на вот этом вот сгоре были самые ожесточённые бои, здесь немцы бежали. 25 сентября ежегодно все смоляне отмечают памятную дату, одновременно радостную и печальную – День освобождения Смоленщины. В честь знаменательной даты на Кургане Славы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Окончанием фашистской оккупации на Смоленщине стало 25 сентября 1943 года. Символом этого было развивающееся красное знамя на здании областного центра. Судьбоносное событие в этом году из-за неблагополучной эпидситуации было отмечено в ограниченном формате, без праздничной программы. Но есть десятки букетов цветов, которые возложили десногорцы на Кургане Славы. Это долг каждого человека – вспомнить тех людей, которые защищали нашу Родину. Поздравляю вас всех с праздником. Осеннее солнце подарило собравшимся свое прощальное тепло перед долгой зимой. В эти минуты, пожалуй, каждый осознал себя частичкой великого народа, великой истории и великого подвига, совершенного во имя свободы и самой жизни. О печальных итогах тех событий помнят и представители городских организаций. МУП ККП около 10 лет шефствует над мемориалом узников лагеря для военнопленных. Силами предприятия памятный знак установлен в селе Якимовиче Рословского района. Сегодняшний день особенно важен для десногорцев и также для всех жителей Смоленской области. МУП ККП также возложила, отдала дань памяти военнопленным подшифрованному своему памятнику. Мемориал призывает помнить о жертвах концлагеря под номером 61. Печально известное учреждение находилось в этом районе и стало местом гибели советских граждан. Невосполнимость этой утраты предложено отразить в новом облике памятного места. В планах благоустройства входит заменить памятник, установить новый обелиск, заменить ограждение, привести в порядок, облагородить территорию. Проект предстоящих изменений уже разрабатывается, а его реализация намечена в следующем году. Виталий Волков, Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Деснатовы. В селе Богданово на мемориале Поклонный крест состоялся памятный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В 1941 году в этом районе за свободу родины героически пали солдаты 109-й танковой дивизии. По словам местных жителей, здесь фашисты в очередной раз столкнулись с уникальным боевым духом советских солдат. Противостояние Красной Армии натиску неприятеля заставило последнего отступить на десятки километров от этой высоты. Инициатива увековечивания памяти о героях-танкистах принадлежит ветеранской организации. Смоленской АЭС. В 2018 году при поддержке руководства атомной станции и неравнодушных жителей Десногорска был установлен Поклонный крест. А в этом году были проведены работы по его благоустройству. Общими стараниями здесь создали полноценный культурный объект. Эти места, эти поклонные кресты, эти мемориалы, они нужны всем нам, нашему народу. Прежде всего, чтобы память об этих сражениях, она рождала в нас чувство благодарности. Мы обязаны помнить историю нашего государства. Не просто помнить сами, но и передавать эту память, эти знания подрастающему поколению. И только народ, который знает, чтит свою историю, подвиг своих предков, этот народ победить невозможно. С мечтой только о мирной жизни десногорские школьники выпустили в небо бумажных журавлей. Ребята подтвердили, что лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» для них не пустой звук. Они помнят, знают и чтут историю своей страны. Нужно всегда чтить и помнить о подвигах своих предков и понимать, что они сделали для нас. Что они воевали, отдавали свои жизни за такое светлое и хорошее будущее. В знак уважения к подвигу танкистов участники митинга провели минуту молчания и возложили к мемориалу цветы. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok